Многие считают, что варёные патроны — это всего лишь армейская байка. Однако советские военнослужащие действительно варили боеприпасы, но только не для себя, а на продажу. Другие дела, что эффективность таких патронов до сих пор вызывает больше вопросов, чем ответов. Чем торговали в Афганистане? О торговле, которая развернулась в Афганистане с приходом советских войск, упоминает в своих мемуарах большинство участников конфликта. Так, военный переводчик Андрей Грешнов в книге «Афганистан. Заложники времени» пишет о том, что представители армейского командования сдавали в афганские дуканы, торговые точки, всё, что вызывало хоть малейший интерес со стороны местного населения — военную амуницию, одеяло, простыни, продукты. Особенно ценилась тушёнка, состоявшая исключительно из чистого мяса, без жира и жил. По словам Грешнова, именно потому, что тушёнка и другое продовольствие распродавалось, отечественные бойцы нередко оставались голодными. Действительно, если верить военному историку Михаилу Жирохову, продукты питания до солдат не доходили часто. В издании «Опасное небо Афганистана» Жирохов рассказывает о том, что автомобили с грузами, предназначенными для нужд армии, всё время задерживались у блокпоста в населённом пункте Бараки. Там находился импровизированный базар, где продавались или обменивались на местную водку, прозванную «кишмешовкой», продукты питания, мыло, медикаменты, топливо и боеприпасы. Неудивительно, что с бытом последних, то есть оружия и патронов, не брезговали и рядовые советские военнослужащие. Однако перед тем, как отнести патроны к дуканщикам, солдаты подвергали их специальной термической обработке. Боеприпасы попросту помещали в ёмкость, ведро, таз или кастрюлю и варили, залив обычной водой, в течение двух-трёх часов. Аналогичный рецепт приготовления варёных патронов приведён и на страницах историка-публицистического альманаха «Лубянка» за 2007 год. Да и Светлана Алексеевич в своей документальной книге «Цинковые мальчики», посвящённой афганской войне, описывала именно такой способ обработки боеприпасов. Только после варки патроны отправлялись в руки местных жителей. И на то были свои причины. Собеседники Светланы Алексеевич утверждали, что варёные патроны уже были ни на что негодны, они не вылетали из ствола, а выплёвывались. Понятно, что все проданные торговцам боеприпасы в свою очередь приобретались маджахедами. А так как советская армия воевала именно против душманов, было бы глупо снабжать своих же врагов исправным оружием и боеприпасами. Термической обработкой патронов военнослужащие обеспечивали себе хоть относительную безопасность. Между тем многие уверены в том, что утрата боеспособности варёными патронами — это обычная армейская байка. Так, авторы словаря ракетных и артиллерийских терминов Александр Богацкий, Фёдор Кузнецов и Анатолий Шаповалов сообщают, что термическая обработка могла сработать лишь в отношении патронов, использовавшихся в прошлом. Дело в том, что тогда патроны содержали гремучую ртуть, которая, как утверждает Андрей Яхонтов, в издании «Курсы взрывчатых веществ» обладает гигроскопичностью, а потому ртутные капсюли следовало хранить в сухом месте. Кроме того, по словам Владимира Андреева и других авторов книги «Эксплозивные вещества», гремучая ртуть начинает разлагаться уже при температуре в 90-95С. Таким образом, для ртутных капсюлей кипячение могло и в самом деле оказаться эффективным. Но современные патроны термической обработки нисколько не боятся. Тем не менее, истории с вареными патронами, которые советские солдаты продавали в Афганистане, не следует считать мифами. Слишком часто их упоминают в своих книгах те, кому довелось побывать на этой войне. Например, Василий Стельмах, обладатель Афганского ордена славы, кавалер двух орденов Красной звезды и афганской медали за отличие в охране границы, рассказывал автору книги КГБ в Афганистане, Ларисе Кучеровой, не только о торговле гигиеническими средствами и медикаментами, но и о торговле вареными патронами. Субтитры создавал DimaTorzok